Коренной боливиец Хинару Арсе разводит и пасёт лам, сколько себя помнит. Так же жили его предки. Ламы для андских индейцев – это и еда, и одежда, и транспорт. «Жизнь у нас трудная, это надо признать. Мы говорим, что здесь невозможно прожить, не запачкав рук. С этим надо смириться. Но мне здесь хорошо, лучше, чем было бы в городе». Пожилой пастух надеется оставить своё хозяйство детям. Но уже пятеро дочерей и сыновей уехали в город. «Пастухи исчезают в этих местах. Среди них либо пожилые люди, либо дети до 18 лет». В доме Хинара и его жены осталась только младшая дочка Мария. Девушка чувствует, что её место здесь. Раз в год слам состригают шерсть. Женщины придут пряжу и обрабатывают её натуральными красителями. «Они не загрязняют природу, как искусственные красители. Химические краски вредят окружающей среде. Но эти красители натуральные. Они не причиняют вреда, нет загрязнения, почва не страдает и кожа на руках не портится». Андские индейцы одомашнили лам более четырёх тысяч лет назад. Эти животные помогали им выживать в суровых горных условиях, поэтому их считали священными. Сейчас в Боливии насчитывается более трёх миллионов лам и альпака. Тем временем многие молодые индейцы считают жизнь в Андах слишком тяжёлой. За последние несколько десятилетий 75% коренных боливийцев переехали в города.